Во многом оперативное совещание в правительстве республики в минувший понедельник было посвящено ковидной теме, теме пандемии, пятое пришествие ковида в виде штамма омикрон и прочее, прочее. Даже в самом начале оперативки, во вступлении Хабиров упомянул важность сохранения целостности управленческой команды, как-то он очень сильно был озабочен тем, что у него пропадут люди и ему будет не с кем работать. Дословно это звучало так. Мы должны сохранить управленческую команду, потому что всем нужно максимально работать на удаленке. Ну, в общем, как-то Хабиров беспокоился, что останется без вассалов и прислужников, требовал, чтобы все проводили всякие совещания онлайн, сидели в масочках и прочее, прочее. Также во вступительном слове Хабиров вернулся к башкирско-казахстанским отношениям, упомянул, что в Уфу приезжал уже новый вице-премьер правительства Казахстана господин Султанов. Хабиров ни словом не обмолвился о каких-то достижениях этих отношений, судя по всему, эти отношения обнулены, и в пользу этой версии говорит тот факт, что Хабиров опять со товарищами собрался ехать в Казахстан. Видимо, опять будет повторен этот грандиозный обед за много-много миллионов рублей. Как-то мы начинаем уже уставать и нервничать от того, как быстро меняется политическая ситуация в сопредельном государстве, и как много денег нам приходится тратить на какую-то мифическую дружбу и сотрудничество с этим пресловутым Казахстаном. Следуя традиционной схеме оперативного совещания, Забелин первым доложил и доложил ситуацию о эпидемиологической обстановке. Собственно, микрон уже пришел в Башкирию. Общее количество заболевших всего за все почти два года пандемии 127 662 человека за последние сутки прирост составил 350 человек. Действительно, плюс 350 в сутки – это не рекорд и пока еще не пугающая цифра. Напоминаю, что в пике предыдущих волн было и плюс 800 в сутки, но вот пока 350, однако нагнетается это тревожное ожидание. Увеличилось количество коек, развернутых в республике, и их количество сейчас составляет 2200. Опять-таки, в пике это было 8000 коек. По поводу вакцинации все не так оптимистично. Похоже, что уже махнули рукой на поручение Владимира Путина. Задание исполнено не будет. На данный момент первым компонентом привито 2 млн 312 тысяч человек, а обоими компонентами вакцины привито 2 млн 170 тысяч человек. Собственно, первый компонент вакцины получил уже 93% от подлежащих вакцинации. Ну, вот эта формулировка насчет подлежащих вакцинаций, она такая весьма расплывчатая, меняются критерии вот этого подлежания, так что вот так. При этом Забелина отметила, что сейчас люди меньше болеют в тяжелой форме, видимо, это связано с новым штаммом омикрон, 86% заболевших лечатся амбулаторно, это не может не радовать. Кроме всего прочего, Максим Васильевич сообщил нам и радостную весть, по крайней мере, она радостная для Хабирова, это то, что 2800 доз первой пробной партии вакцин для детей прибывает в Башкирию буквально вот сегодня-завтра. 2800 детей смогут получить эту вакцину, спутник М, и это почему-то очень радует и Хабирова, и Забелина. Наряду с тем, что увеличивается количество коек и мощностей для лечения COVID-19, 40% коек на данный момент пустуют свободно или находятся в резерве, что, в общем-то, обнадеживающая такая информация, однако Забелин почему-то предложил приостановить плановую диспансеризацию населения республики, и Хабиров тут же сходу согласился. Ну, понятно, Хабиров такой же врач, как я, солист Ласкала, при этом, наверное, не стоило бы принимать вот так вот важные, серьезные, профессиональные решения просто на слух, особенно человеку, который не имеет должной компетенции. Но, тем не менее, Хабиров принимает медицинские решения, соглашается с Забелином, видимо, полагаясь на его профессионализм. Также совместно с Забелином в этом докладе участвовала традиционно Римма Утяшева, о которой мы в последнее время не всегда говорим, потому что, ну, несет она всякую ерунду, недостойную внимания, хотя бы потому, что это не имеет никакого значения, но в этот раз Римма Утяшева сообщила, что ее колл-центр планирует начать лечить, обращая внимание ваше на слово «лечить», людей по телефону, уже после первого, ну, и, видимо, единственного посещения врача. То есть, вот, участковый приходит, осматривает больного, после этого лечить людей по телефону будет колл-центр Римма Утяшевой. Ну, вот я, правда, всегда полагал, что Римма Утяшева, она врач, хотя бы по образованию. Я понимаю, что и возраст, и некий замысловатый профессиональный путь, особенно в последнее время, не позволяют госпоже Утяшевой быть, ну, в полном смысле лечащим врачом, но как-то вот мне казалось, что врач это навсегда. Оказывается, нет. Все-таки Госдума так может человека изменить, что вот подобные вот заявления, они имеют место быть. В общем, опасайтесь лечения по телефону, это я заявляю без шуток, особенно лечение по телефону колл-центра Римма Утяшевой в том смысле, что мы не знаем, кто на самом деле сидит на том конце провода. Что за специалисты, что за, значит, диспетчера, и телефонисточки сидят там у нее и пытаются лечить людей после первого прихода врача. Также с докладчицей по ковиду, как обычно, была Анна Андреевна Казак. Она сообщила нам о том, что в республике, помимо проблемы с ковид-19, к которой мы начинаем уже привыкать, идет подъем заболеваемости гриппом и РВИ, идет подъем заболеваемости в небольничной пневмонии, и тяжелые формы заболеваемости этим недугом составляют более 5%. Кроме всего прочего, Анна Андреевна отмечает, что 73 школы закрыты на карантин по ковид-19, ОРВИ или гриппу. Напоминаем о необходимости ставить лайки и поддерживать наш канал любым доступным для вас способом. Лайк под видео продвигает канал и помогает ему подниматься вверх, а значит собирать большее количество просмотров. Также не забывайте, что у нас есть и телеграм-канал, в котором есть замечательная аудиоверсия каждой нашей программы, каждого выпуска, и аудиоверсию особенно удобно слушать, например, в автомобиле, когда вы им управляете. Это безопасно, интересно и полезно для здоровья. Второй вопрос оперативного совещания тоже был, как обычно, традиционным, о ситуации ЖКХ на дорогах и ЧАЭС. В последнее время этот вопрос становится все более и более пустым и скучным, формулировки одинаковыми, и я уже начинаю подумывать, не пропустить ли мне его в каждой новой оперативке, но вот здесь случилось смешное и нелепое, потому упомянем. Первым, естественно, выступал Марзаев Алан Викторович, который произнес традиционную мантру о том, что, цитирую, предприятия отрасли отработали слаженно, отключение ресурсов более 8 часов не допущено. Конец цитаты. Многие жители улицы Блюхера, проспекта Октября и Бульвара Славы, безусловно, поспорили бы с Аланом Викторовичем, потому что у некоторых из них более месяца нет горячей воды. Но, тем не менее, Алан Викторович утверждает, что отключение не допущено. Произнеся эту сакральную фразу, Алан Викторович зачем-то вдруг заговорил про Нефтекамск. А именно он сказал, что, а вот в Нефтекамске вывезено 50 тысяч тонн снега. И как бы следуя какому-то уже заранее оговоренному сценарию, Хабиров вызывает на экран мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева и, о чудо, а оказывается Ратмир Мавлиев не один в эфире. Рядом с Ратмиром Мавлиевым сидит девочка в маске и, значит, мы узнаем о какой-то душесчипательной истории, что девочка в маске написала письмо главе города, о том, что она мечтает только о том, чтобы провести один день с главой города Нефтекамска на его работе. Понятное дело, что Ратмир Рафилович не мог отказать девочке в маске в такой трогательной просьбе и она теперь целый день ходит с ним и смотрит, как он работает. Ну, в том числе она сидела на оперативке с главой, при том, что сам Ратмир Рафилович был без маски, а девочка была в маске. Ну, все это вот было настолько нелепо, настолько театрально, настолько, честно говоря, глупо и постановочно, что приходит на ум этот советский анекдот, в котором пионер Петя мечтал только о том, чтобы полежать рядом с дедушкой Лениным в мавзолее. Ну, в общем, полежали. Хабиров умилился и спросил, а интересно ли, нравится ли девочке в маске проводить время с главой Нефтекамской, девочка в маске мрачно подтвердила, что ей очень нравится. В общем, было все очень мило, но, если честно, просто смешно. А вот дальше на оперативке все пошло не по плану и не в том смысле, что случилось что-то неожиданное, а в том смысле, что складывалось впечатление, будто бы оперативка какая-то странная. И у меня было ощущение такое, что вот эти доклады, которые последовали дальше, это был был некий набор отложенных в дальний ящик в прошлом докладов за ненадобностью, неважностью, несерьезностью, но вот теперь их вытащили из пыльного ящика, встряхнули и вставили в расписание оперативного совещания. Потому я постараюсь быть кратким, не буду мучить вас вот той избыточной ерундой, которой были насыщены многие из этих докладов, но среди них было кое-что интересное. И третьим номером на оперативном совещании выступал Забелин Максим Васильевич, министр здравоохранения, делавший доклад о цифровой трансформации сферы здравоохранения. Если быть кратким и не занудствовать, то Максим Васильевич сообщил нам удивительные результаты цифровизации здравоохранения в Башкортостане. Чем дальше я его слушал, тем больше хотелось рыдать от счастья, умиляться успехом, ну и как бы верить в будущее. По сути, это, конечно, были некие новости будущего, потому что окончательно поверить в подобную статистику было сложно. Но перейдем к тому, что сказал Забелин. А именно, было заявлено, что сформировано 4,5 миллиона электронных медицинских карт в системе, вот этой цифровой системе Министерства здравоохранения. То есть, мы вынуждены констатировать, что количество электронных медицинских карт в Башкортостане выше, чем количество проживающих граждан в Башкортостане. Как объяснить, не берусь. Заархивировано 131 миллион медицинских изображений. Ну, предположим, это тоже немало и, в принципе, ну, как минимум по 20, а то и больше цифровых изображений на каждого жителя Башкортостана. Оформлено 613 миллионов медицинских событий, но это всего лишь описание любых анализов, приемов и прочих и прочих вещей. Выписано 14 миллионов электронных рецептов. А также обработано 170 звонков на телефоны номер 122 при помощи цифрового компьютерного робота, но это было в основном вызовы на дом врача. И по цифровизации Республика Башкортостан по заявлению Максима Васильевича стоит на лидирующих позициях Российской Федерации. Но тут же кто бы сомневался. 898 тысяч человек пользовались электронными медицинскими услугами в 2025 году. То есть по уверениям нашего министра здравоохранения каждый четвертый житель Башкортостана пользовался медицинскими услугами в электронной форме. Но я на полях и как комментарий скажу, что вот, например, в моей семье не очень большой, но достаточно современный, никто еще ни разу не вызывал врача на дом или как-то вообще воспользовался электронными медицинскими услугами через госуслуги. Никто и ни разу. Более одного миллиона электронных свидетельств о рождении или смерти было выдано Максиму Васильевичем за истекший период. Более ста тысяч удаленных консультаций провел Максим Васильевич. Тут я вздрагиваю и опять вспоминаю колл-центр Рима Утяшева и уж не про то ли лечение по телефону идет речь. А также 1861 фельдшерский акушерский пункт был подключен к скоростному интернету по заявлению Забелина. Ну, собственно, тут он уже вторит своему коллеге по цифровизации вот этому министру и бывшему монтажнику электронных печатных плат. В целом, конечно, Забелин нарисовал нам великолепную картину цифрового будущего Башкортостана и уже настоящего Башкортостана, ну, будущего, наверное, в целом российской медицины в лучших традициях риторики Первого канала, то есть у нас все прекрасно, все замечательно, все настолько хорошо, что просто, наверное, не было даже времени упомянуть о тех событиях, которые происходят в Ишимбая и в Иглено и во многих других на самом деле медицинских регионах, медицинских учреждениях Башкирии, я говорю о той итальянской забастовке, которая случилась в Ишимбайской районной больнице и тех действиях, которые готовы повторить вслед за Ишимбайскими коллегами многие-многие медики Башкирии. Речь идет о том, что в огромном количестве медицинских учреждений, простите, не хватает врачей. Может быть, там уже достаточно компьютеров и возможно, что роботы Забелина вовсю оказывают помощь звонящим на госуслуги или, не дай бог, звонящим на колл-центр Рима Утяшевой. Но настоящих врачей, фельдшеров и даже водителей автомобилей скорой помощи в центральных районных больницах не хватает. Вот то, что происходит сейчас в Ишимбайе и как об этом молчат башкирские СМИ и тот же самый Забелин, это, конечно, история постыдная. То, как пытаются всеми административными силами, усилиями закрыть рты, уволить или даже посадить тех, кто говорит о том, что в Ишимбайской больнице творится какой-то лютый ужас, когда иногда, как говорят там врачи, у них на весь город остается одна или две машины скорой помощи, которые неукомплектованы, по закону неукомплектованы врачами и фельдшерами, вот это вот лютый ужас. Кто будет возить тяжело больных или экстренно больных? Компьютерный робот их перевезет в реанимацию и подключит им капельницы или прочее? Или все-таки это должен делать штатный врач, фельдшер и человек, который нормально одет и едет на нормальном автомобиле? не как чиновники правительства, у которых обязательные условия в конкурсе по закупке автомобилей это подогрев задних сидений, а вот эти вот жуткие УАЗики, на которых ни зимой, ни летом нормально нельзя передвигаться, а в них ездят бригады скорой помощи, которые не укомплектованы. Почему об этом не рассказывает нам Максим Васильевич Забелин? Вот это стыд и позор. Четвертым докладом оперативного совещания был доклад о реализации федерального проекта укрепления общественного здоровья в рамках национального проекта «Демография по республике Башкортостан». Докладчицей была Анна Андреевна Казак, руководитель управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия. человека меня очаровала честно говоря сама формулировка вдумайтесь в словосочетание укрепления общественного здоровья. Мне всегда казалось, что здоровье это сугубо личная история, сугубо личное качество, кондиция, ну как угодно называйте, но все равно это касается отдельно взятого организма, отдельно взятого человека. Нет, оказывается у нас существует еще общественное здоровье. Так вот, этот проект, о котором докладывала Анна Андреевна, и на который она истратила как она сказала порядка 18 миллионов рублей, собственно носил исследовательский характер. Анна Андреевна узнавала, как же тут дела стоят у нас с общественным здоровьем и что нужно сделать, чтобы его поднять. целью этого проекта по заявлению госпожи Казак является увеличение продолжительности жизни, а задачами проекта является создание мотивации к здоровому образу жизни, здоровому питанию и отказу от вредных привычек, а также ликвидация, внимание, микронутриентной недостаточности и сокращение потребления соли и сахара. Ну, честно говоря, мало кому и мне в том числе известно, что такое микронутриентная недостаточность, а это именно то явление, которое называется обеспеченностью группами витаминов Д и В калием, магнием, йодом и цинком. Вот представьте себе масштабы озабоченности Анны Андреевны недостатком в ваших организмах калия, йода, магния и цинка. Тем не менее, 18 миллионов рублей мужественно истратила на это дело Анна Андреевна и узнала, что в Башкортостане выявлен оборот некачественный, просроченный и фальсифицированный продукции продуктов питания. В 2021 году 15% продуктов питания не соответствовали физико-химическим показателям, более 2% не соответствовали санитарно-химическим показателям и почти 4% продуктов на прилавках к Башкортостану не соответствовали микробиологическим показателям. Вот таким ужасным ужасом и гадкой гадостью питались башкортостанцы в 2021 году. Согласно исследованиям Анны Андреевны. Также Анна Андреевна зафиксировала существенный рост заболеваний, связанных с дефицитом микроэлементов в питании. Отмечается рост ожирения, особенно среди мальчиков юного возраста и молодежи как результат нездорового и некачественного питания. Но честно признаться, мы это и все и так знали Анна Андреевна. Может быть мы не знали сколько процентов продуктов на прилавках Башкортостана не соответствуют физико-химическим показателям, но в целом ощущение того, что в России все больше и больше фальсификата и каких-то некачественных а то и опасных продуктов нас накрывало. Анна Андреевна, вы забыли сказать, что все это результат 20-летних стараний той команды, которая 20 лет руководит и управляет Российской Федерацией и вместо некого прогресса и процветания мы пришли к питанию некачественными просроченными продуктами и, кстати говоря, к существенному росту стоимости на эти самые некачественные продукты. Так что сам по себе доклад госпожи Казак был всего лишь констатацией очевидных вещей и мне, например, непонятно, с какого перепуга мы должны были тратить на приобретение вот этих очевидных знаний 18 миллионов рублей. Пятый завершающий доклад оперативного совещания и вовсе носил абсолютно курьезный характер. Назывался он о работе недропользователей на территории Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Делал, ну, естественно, этот доклад министр экологии и природопользования Искандаров Урал Салаватович, но у меня вопрос, они теперь будут докладывать о ситуации в отдельно взятых районах, но эдак на полтора года работают, если по каждому району докладывать отдельно. Впрочем, Урал Салаватович стал действовать уже проверенными методами и вместо доклада по сути был показан агитационный видеоролик про то, как разработчики песчаногравийных смесей, добытчики ПГС и разработчики ПГС карьера в Кармаскалинском районе рассказывают о том, как они счастливы работать строго по закону, взвешивать автомашины, рекультивировать карьеры, платить налоги и белую, высокую, огромную зарплату своим работникам. Я не удивлюсь, что недропользователи, вот эти вот недропользователи Кармаскалинского района еще долго бежали по грязи и снегу дорог Кармаскалинского района вслед уезжающему крузаку министра Искандарова бежали они махая шапками и выкрикивая слова благодарности дорогому Радио Фаритовичу, но нам этого не показали, потому мы точно не знаем. Не показали нам и успехи господина Искандарова и господина Барданова в наведении порядка добычи полезных ископаемых, например, в Заурале, в Баймаке и в прочих регионах. Не показали, потому что, честно говоря, вот там их просто в грубой форме послали по известному адресу и спрашивать и разговаривать с ними ни о чем не стали. Ну, справедливости ради нас сказать, что Радио Фаритович все-таки обеспокоен ситуацией в Баймаке и спрашивал Искандарова, как же там дела, так это жалобно, но Искандаров не ответил. Особенно курьезно в устах бывшего судьи, а ныне министра недропользования господина Искандарова прозвучал тезис о том, что теперь недропользователи по сути это не просто недропользователи, это очередная дойная корова и эта дойная корова не просто доится, а доится дважды, потому что платить просто 200 миллионов сборов и положенных по закону акцизов за пользование недрами уже для Искандарова этого недостаточно и недропользователь, вот этот вот пресловутый недропользователь, должен быть готов исполнить любую прихоть и пожелание властей построить дорогу в районе, отремонтировать клуб, провести освещение в деревню, ну, то есть по сути недропользователь должен быть готов сделать все то, что и так на самом деле должны были делать члены команды Хабирова и члены вот этой властной системы, то есть они в очередной раз перекладывают на чужие плечи затраты и заботы о том, о чем они должны в общем-то заботиться по своим должностным обязанностям напомню, что Искандаров впрочем в прошлом судья арбитражного суда человек юридически подготовленный который вот такую вот простите пургу несет он сообщает что по сути власти республики обложили дополнительным оброком бизнес по добыче общераспространенных полезных ископаемых это песка гравия ПГС глин всевозможных это не золото это не редкоземельные металлы так вот их обложили дополнительной данью в пользу района в пользу экономики региона ну и в пользу вообще получается команды Хабирова потому что повторюсь это их обязанность ремонтировать клубы это их обязанность строить дороги и школы а теперь этим будет заниматься бизнес ну а какой бизнес привлекательности региона можно говорить если даже в том же самом Карамаскалинском районе количество реальных недропользователей это примерно половина от выданных лицензий то есть остальные просто не видят смысла этим заниматься потому что господин Искандаров выдумывает все новые новые оброки для этих несчастных недропользователей в общем конечно доклад этот был таким же никчемным как и большинство докладов на минувшей оперативке но вот он вызывал вот такие вот опасения если честно сказать возмущение оперативное совещание завершилось неожиданно как будто бы оборвалось вообще действительно ощущение было странное от этой оперативки это было очень нецельное какое-то событие очень скомканное может быть потому что оно шло онлайн а не оффлайн не прямо в зале заседания не знаю в чем дело но все это было как-то очень неестественно и опять мы не услышали никаких кадровых решений так много правда кулуарно но действительно много было разговоров о необходимости и вот-вот наступающих кадровых изменениях все мы тут ждем нового мэра Уфы и никак не дождемся Хабиров так и обходится без полноценного главы администрации руководителя администрации собственной в Белом доме не знаю в чем дело но есть у меня предположение что в этот раз у Ради Фаридовича не заладилось не получается провести оба этих назначения и такое ощущение что он близок к тому чтобы взмахнуть ручкой и сказать что Горенина все синим пламемем пускай остается как есть есть вероятность того что все останется так как есть но по крайней мере в мэрии Уфы но посмотрим мы все таки ждем что развязка и все это интриги наступит это действительно необходимо потому что российский чиновник в состоянии неопределенности он приходит в некое состояние неравновесия во первых его начинает трясти и он инстинктивно начинает воровать втрое больше от нормы а во вторых он перестает полностью перестает работать исполнять хотя бы даже имитируя свои должностные обязанности то есть мы тут рискуем остаться вообще без функционала мэрии и администрации и главы региона потому пожалуй что в интересах ради Хабирова кого-нибудь все таки назначить либо ну отказаться от этих идей по назначению например нового мэра и сказать там Сергей Греков остается да сказать придется ради Фаредович вот или то или другое да так что давайте перестаньте нас томить утомлять и уже чего-нибудь там кого-нибудь назначайте за субтитры